Ну что, что-нибудь видно? Ну, отсюда, конечно, только софиты, но если выйти на улицу, то можно сегодня весь день наслаждаться солнцеедением и наесться на весь день, на весь день, на весь год вперед, потому что сегодня самый долгий день в году. Ура! 21 июня, день летнего солнцестояния, и самая короткая ночь в году тоже. Надо успеть. Доброе утро, губерния! С вами Игорь Макарский. И Виталия Пушникова. Ну, еще одна важная дата нас ждет впереди. Поговорим о ней сегодня, 22 июня. Утро 22 июня. Жизнь многих людей разделила буквально на жизнь до и после. Это дата начала Великой Отечественной войны. Да, вспомним об этом дне, поговорим обязательно в течение программы. Ну, а сейчас время губернских новостей. Недавно с фестиваля, который проходил в Пятигорске, фестиваль театров малых городов России, вернулись не с пустыми руками ребята из Новокургышевска. Гран-при театра нации завоевал театр-студия «Грань» и получил номинацию «Лучший спектакль». С чем и поздравляем Дениса Бакурадзе, потому что это его премьерная работа в статусе руководителя этого театра. И постановка «Фрекин Джули». В общем-то, в этом спектакле главную роль сыграла его супруга Юлия Бакурадзе. И не просто так, она получила номинацию «Лучшая женская роль». Так что всю чету Бакурадзе поздравляем. Да, ну а Анна Костюк получила еще приз губернатора за «Лучшую женскую роль» второго плана. Поздравляем. Еще одна новость из Новокургышевска. Да, там стартует строительство первого в России завода по производству сухих строительных смесей, вот так вот, известного, между прочим, немецкого бренда. И сумма инвестиций, ого-го, 8 миллионов евро. Ну, завод станет одним из ведущих строительных предприятий региона. Ну и, конечно же, в будущем дополнительные рабочие места, что важно. А также сегодня, нельзя назвать это праздником, но тоже событие небольшое, день бесплатной юридической помощи населению. Ассоциация юристов России при участии Палаты адвокатов всем желающим сегодня бесплатно будут отвечать на все вопросы. Консультации пройдут по нескольким городам в столице губернии, а также в администрации Соклинского района. Если у вас есть вопросы по налоговому, законодательному и гражданскому семейному кодексам, то, пожалуйста, отправляйтесь, вам там помогут. Ну, а если вы уже продумываете, как провести этот самый длинный день в году, кстати, сегодня в Европе официально наступает лето, именно 21 июня, как по астрономическому календарю, то вот присоединяйтесь, мы сейчас посмотрим погоду и отправимся все на улицу. По прогнозу Гидрометцентра, в конце рабочей недели в регионе сохранится облачное с прояснениями погоды. Синоптики обещают кратковременные дожди с грозами, ветер северо-западного направления порывистый. Ночью 10-15, вышноля на востоке области до плюс 20, днем 22-27 тепла. На севере и западе регионов в дневные часы плюс 26-29, на востоке и юге около 25. В областной столице ночью плюс 13, днем в Самаре-Тольятти 25 градусов, вышноля переменная облачность, во второй половине дня, возможно, небольшой дождь. С недавних пор и скейтеры обрели свой профессиональный праздник. Сегодня отмечается такой вот международный день скейтбординга. Ну а первый скейтборд выглядел, на самом деле, как ящик с колесами. Уже затем он был похож, превратился в доску с колесиками. Ну вот первый, похожий на современный, появился в 1958 году. Ричард Стивенсон придумал приделать к доске такой хвост, загнуть его вверх. Да, ну а покататься сегодня отметить этот праздник можно в скейтпарке в Струковском парке, а также на Самарской площади. А в Тольятти два скейтпарка. Это в 19-м и в 20-м кварталах по Южному шоссе туда можно сегодня отправиться. Ну а для общей физической подготовки, думаю, вам всем пригодятся наши простые движения. Доброе утро! Сегодня, в преддверии пляжного сезона, я хочу показать вам упражнение, которое будет способствовать уменьшению объемов боковой поверхности бедра. Итак, мы приступим. Располагаемся на поверхности. Хорошо. Вращаем сначала одной ногой. В другую сторону. И затем с другой ноги. Поменяли направление движения. Хорошо, отлично. Это упражнение нужно выполнять как можно дольше. И только тогда вы достигнете желаемого результата. С вами была Елена Коновалова и программа «Утро губернии». Оставайтесь с нами. До новых встреч. Вторжение в СССР, согласно плану «Барбаросса», началось 22 июня утром 1941 года. Ну и завтра наши соотечественники будут буквально поминутно воспроизводить в памяти, как все это было. Официально сообщил советскому народу о нападении фашистской Германии на Советский Союз и объявление о начале Отечественной войны против агрессоров в речи по радио Вячеслав Михайлович Молотов. В начале Великой Отечественной войны Самара, тогда Куйбышев, стал запасной столицей СССР. Почему именно наш город? Довольно понятна близость к фронтам и прямое сообщение с Уралом, с Сибирью, Дальний Восток, Азия. Ну и наконец Волга, главная магистраль, которая защищает нас с запада. Ну и естественная преграда. Всего за 9 месяцев тогда был построен знаменитый уже на всю страну и даже на весь мир наш бункер Сталина. А также здесь были построены, возведены практически на пустыре, крупнейшие заводы оборонной промышленности. В Самаре при посольствах Великобритании и США были созданы военные миссии с чрезвычайными полномочиями. И только вот после битвы на Курской дуге, когда окончательно уже определилась наша победа, иностранные представительства стали покидать Самару. Но зато покидать Самару стали иностранные представители, но сюда приехала не только промышленность, а труппа Большого театра. И Эренбург, и Шостакович, и Козловский, и Оистрах, и Гилельс. Ну также приехали в наш город и здесь трудились. Ну люди фронта и тыла жили тогда одной жизнью, объединенной единой целью, конечно же, победить фашизм. Ну победили, не забываем мы об этих датах, поражений и побед наших не забываем. Ну вернемся в день сегодняшний, 21 июня. Что в календаре губернии узнаем сейчас. На календаре 21 июня. 21 июня 1920 года начали обустраивать вокзальную площадь. Долгое время она не меняла своего облика, если не считать подросших деревьев. И вот теперь небольшой скверик превратили в большую клумбу. В центре установили скульптуру ребенка. Однако более четкие границы площадь получила в 1927 году, когда построили здание управления Самара-Златоустовской железной дороги. В середине 30-х годов с площади убрали трамвайные пути и всю ее заасфальтировали. За день до начала Великой Отечественной войны 21 июня 1941 года родился Валерий Золотухин, любимый многими поколениями актер театра и кино. Он воплотил на экране много ярких образов. Зрители горячо полюбили его фильку из картины, сказ про то, как царь Петр Ара поженил. Подражали веселому бомбарашу и цитировали рыжего деда из «Пяти невест». В годы Великой Отечественной Александр Твардовский написал свою самую знаменитую поэму «Василий Теркин», а родился известный писатель и военный корреспондент 21 июня в 1910-м. Сегодня с днем рождения поздравляют Александра Федоровича Краснова, почетного гражданина Самары, заслуженного деятеля науки России, профессора хирургии, доктора медицинских наук, академика Российской академии медицинских наук. 21 июня – день рождения Сергея Загадкина, одаренного пианиста-солиста Самарской филармонии, заслуженного артиста России, именинную Василия, Павла и Федора. У 21 дня июня в народном календаре много примет. Считалось, например, что Федор Стратилат грозами богат, а гром поутру – не к добру, сено погниет, коль мужик не уберет. С утра крестьяне выходили на луга, чтобы узнать о будущем урожая. Существовало даже специальное понятие – Стратилатовые росы. Обильная роса обещала хороший урожай льна. На сегодня это все события. До завтра. Пожалуй, не было ни одной крупной воздушной операции, в которой не принимал участие самолеты, выпущенные нашими авиационными заводами. Я сейчас говорю о знаменитом Ил-2. Немцы настолько боялись его, называли «черная смерть». Надо заметить, что за годы войны их было выпущено более 36 тысяч. Наш корреспондент Татьяна Карпова встретилась с людьми, которые на свои собственные средства установили самолет ПО-2, который еще называют «небесный тихоход». Через эту крылатую машину, разработанную в 1928 году под руководством конструктора Николая Поликарпова, в свое время прошел каждый летчик. Дешевый в производстве и неприхотливый в эксплуатации, ПО-2 долгие годы использовался для учебных полетов. Знаменитым ночным бомбардировщиком он стал не сразу. Своё место в строю «небесный тихоход» занял с началом Великой Отечественной войны. Сравнительно малая скорость неожиданно стала серьезным преимуществом. Самолет бесшумно выходил на цель, точно сбрасывал бомбы и бесследно исчезал. Был период, когда немецкая авиация вообще не могла подняться в воздух. И в воздухе господствовали самолеты ПО-2. Они выбамбливали немцев в зимнюю стужу из-за их теплых укрепленных пунктов. И вот в этот период уже начала отрабатываться тактика применения этих самолетов. Из учебного пособия ПО-2 в годы войны превратился в грозное оружие. Уничтожал самолеты противника, склады и транспортные средства. Истребление Русфанера – одна из так и невыполненных немецких задач. Спустя десятки лет от самолета-легенды остались лишь воспоминания, доразбросанные по миру детали. Однако четыре года назад картинка со страниц учебников обрела крылья. За дело взялись энтузиасты Самарского клуба сверхлегкой авиации. Когда начиналась эта работа, мы начали с одной простой детали – тандра-авро. Надо было его изготовить. Вот мы изготовили эту детальку и посмотрели с ребятами, что неужто из этого получится самолет. Дальше пошло веселее. Когда уже начали делать деревянные части, когда самолет стал вырисовываться, тут в нас поверили очень много. Из родного – детали шасси, воздушный винт, топливные и масляные баки. Вся деревянная часть изготовлена заново – по обрывкам из газетных статей, строчкам из инструкций и воспоминаниям военных. В 2009 году самолет «По-2» поднялся в Самарское небо. Я пообещал, что двигатель мы запустим 1 апреля. И все говорили, на станет ли день смеха. Но мы сдержали обещание и запустили именно в этот день двигатель. Летчик сказал – летчик сделал. Реконструкция железной птицы заняла 6 лет. Как признался Евгений, результат того стоил. Этот самолет теперь не только часть истории, но и гордость аэродрома в Бобровке. Самолет великолепный. И даже по современным меркам это очень хороший самолет. Он очень сбалансированный, очень приятный в пилотировании. И мне понятно, почему в летных училищах за него держались до 1963 года. Это, можно сказать, идеальный самолет для первоначального обучения. В планах у летчиков клуба сверхлегкой авиации – восстановление Ил-2. На вторую жизнь легендарного штурмовика требуется 19 миллионов рублей, которые будут собирать всем миром. Татьяна Карпова, Александр Каракулько. Программа «Утро. Бубернии». Тимашевский сахарный завод в годы войны славился тем, что снабжал практически весь фронт супертвердым сахаром. Ну и в первую очередь, конечно, его отправляли на морфлот, потому что супертвердому сахару влага не страшна. Технология изготовления этого сахара сейчас утеряна. Вдруг Марине Барковой нашей удалось что-нибудь разведать на просторах губернии. Село Тимашево Кеннель Черкасского района, находясь в глубоком тылу, всеми силами помогало фронту с самых первых дней войны. Тимашане отправляли собранные деньги на создание Куйбышевской авиаэскадрильи и танковой колонны «Куйбышевский колхозник». В 41-м в Тимашевской больнице расположился военный госпиталь, а в поселковом клубе имени Ленина – летный состав авиационного бомбардировочного полка. Несколько месяцев обучавшийся на новых самолетах П-2. Но самым легендарным местом военного Тимашева остается сахарный завод. Местный краевед Владимир Кленов показал руины промышленного предприятия, которое было построено еще в конце 19-го века английским предпринимателем. Если первый трамвай был запущен в городе Самаре в 1915 году, то уже в 1900 году грузовой трамвай ходил по территории Тимашевского сахарного завода, перевозил рабочих и продукцию, то есть сахар. С июля 1942 года по январь 1943 в Тимашево прибыло оборудование шести сахарных заводов из Минской Киева. Тогда в кратчайшие сроки был пущен в эксплуатацию сахарно-песочной и рафинадной заводы. Родители мои приехали фактически из Кеничеркас также в годы войны. И начали здесь работать. Отец у меня всю жизнь проработал здесь кузнецом на сахарном заводе, а мать была лаборантом и непосредственно в производстве. Всю жизнь они здесь проработали. Рафинад, который изготавливали на Тимашевском заводе, славился своей прочностью. На него не действовала сырость. Этот высококачественный кусковой сахар поставляли исключительно фрунту, по большей части на морфлот. Свеклу для завода на полях Кенельчеркасского района выращивали женщины, старики и подростки. Варили сахар по старинной уникальной технологии. Вот это стандартная сахарная голова, форма для нее. Сахар вначале варился и после варки выливалось жидкий сахар именно в эту форму. Он кристаллизовался, он имел черный вид. Он черный сам по себе был изначально. Для того, чтобы его отбелить, использовалась работа с клерусом. То есть жидкий прозрачный сахар заливался сверху. И всю черноту он с собой брал, и она выливалась. И голова становилась белая. В ноябре 1941 года труппа столичных артистов перебазировался из Москвы в Куйбышев. Представители Большого театра приезжали в Тимашево забирать со склада, выделенные государством спецпайки. Тогда балерине полагалось 250-300 граммов сахара. Директор Тимашевского завода Дмитрий Кушнир по просьбе обкома партии взял шефство на трупы Большого театра. Он расчистил несколько комнат в заброшенном двухэтажном здании и стал приглашать артистов в гости. В Тимашево как на дачу приезжали корифеи Большого, певцы Иван Козловский, Елена Кругликова, знаменитая балерина Татьяна Капустина и многие другие. Артисты летом 1942 года давали концерты в местном госпитале. А в свободные минуты ходили в Тимашевский лес по грибы и ягоды. Перед возвращением Большого театра в Москву директор комбината вручил руководству 100 сахарных голов по 300 граммов каждая. Наверняка актеры на долгие годы запомнили сладкую жизнь в Куйбышеве. Сегодня завод с более чем вековой историей превратился в руины. В старинном корпусе 1905 года производят крекеры, а в корпусах времен Великой Отечественной войны царит атмосфера Сталинградской битвы. Завод находится в частных руках, местный предприниматель просто режет на куски остатки оборудования и сдает на металлолом. Печально то, что даже в революцию этот завод выжил. Во время войны выжил. А вот лихие 90-е его превратили в ничто просто-напросто. Марина Баркова, Александр Дмитриев. Программа «Утро губернии». Не устаем напоминать вам наши адреса для ваших ярких кадров. 443-068, улица Новосадовая, 106, корпус 106, утро губернии. Либо электронный адрес утрособакогубернии.тв.ру, куда и ждем ваши фотографии и видеоработы. Ну а сегодня мы смотрим реконструкцию битвы времен Великой Отечественной войны в наших ярких кадрах. Мероприятие организовало Волжское казачье войско при поддержке военно-патриотических клубов Самары и командовал боевыми действиями президент клуба памяти и военно-патриотического воспитания молодежи. Они сражались за родину. Майор запасов Александр Анатольевич Паулов. Происходило все 2 мая в Кенель-Бобровке. Я слегка шокирован в увиденном. Да, участник этой исторической реконструкции у нас сегодня в студии. Сейчас мы подробнее во всем расспросим. Кудряшов Александр Федорович, руководитель войскового военно-патриотического клуба «Ермак». Здравствуйте, Александр Федорович. Здравствуйте. Добрый день. Вот на этой небольшой съемке, на этой пленке, все очень натурально. Потому что и взрывы, и выстрелы, и даже вырываются огни пламени из дулов автоматов. И самолеты летают. Это опасно? Ну, в определенной степени, конечно, опасно. Ну, естественно, все участники перед началом проходили инструктаж по технике безопасности. Ну, и тем более, как бы взрослые участники. У нас в основном народ служилый, то есть те, которые прошли службу в армии, так сказать, служили в других силовых структурах. То есть знакомо, что такое оружие, как его применять. Ну, естественно, боевого там ничего не было. Была пиротехника, были холостые заряды. Но, естественно, постарались сделать с использованием таких хороших специалистов, чтобы все это выглядело более-менее натурально. А вот такие исторические реконструкции, они сейчас вообще популярны, ну, много где проходят, и из разных времен, и там средневековые какие-то, и вот Великой Отечественной часто реконструируют. Реконструируют. Кому это все дело показывают? Только сами участники получают? Ну, честно говоря, во всем мире это движение имеет очень широкий аспект, и именно аспект, прежде всего, воспитательный для того, чтобы население не забывало свою историю, прежде всего, молодежь. Ну, и, в общем-то, данное мероприятие мы тоже самое делали, прежде всего, для молодежи. Ну, там производится видеофотосъемка или выстраиваются какие-то... И видеофотосъемка, и, как сказать, выставляют. Ну, сиденья пока, к сожалению, до такого уровня не дожили. Как это, например, в Англии сделано, в той же, во Франции, на наполеонскую эпоху. Там, конечно, к этому делу очень серьезно подходит. Но, тем не менее, у нас в России сейчас тоже, в общем-то, стали выходить на достаточно серьезный уровень. Ну, вот, примером тому, последний юбилей 200-летия Бородинского сражения, там, действительно, тоже достаточно серьезно подошли. Ну, и сейчас, вот, последние, примерно, лет 5-7, очень стала популярна тема Великой Отечественной войны. Поскольку, ну, как-то, вот, в лихие 90-е у нас эту тему как-то вот незаслуженно так обходили, мы больше интересовались какой-то западной историей, может, наполеоникой, хотя это тоже интересно. А вот то, что свое родное и близкое, и то, что напрямую связано с каждой семьей в нашей стране, вот, ну, как-то у нас забывалось. Но сейчас именно вот тема Второй мировой Великой Отечественной войны, она стала очень популярна, ну, тем более, тема действительно достаточно яркая. И народ, как бы, с удовольствием ходит смотреть, и, ну, действительно, многие ведь, действительно, еще и сопереживают тому, что они видят. Потому что, ну, вот, например, когда два года назад мы в том же Тимашево проводили такую же реконструкцию, там половина населения села собралась и кричала, «Наши, давайте вперед побеждать». То есть был эффект сопереживания. И, в принципе, я считаю, это абсолютно нормально, потому что такой эффект и должен быть, поскольку Великая Отечественная война действительно коснулась семьи каждого из нас. А в реконструкциях сюжет закладывается каким образом? Ну, естественно, сначала идет, как бы сказать, мы берем исторический материал. То есть здесь рассматривался вот под Тимашево сюжет одного из боев на подступ к Берлину. То есть когда брались вот такие вот опорные пункты немцев, причем зачастую бои носили очень жестокий характер, потому что немцы сопротивлялись тоже достаточно тяжело, и воевать, в общем-то, они неплохо умели. Вот. И Красная Армия, в общем-то, вот таким образом пробивала себе дорогу к Берлину. То есть мы взяли конкретный эпизод, прочитали воспоминания участников тех событий, ну и, понятно, что не стопроцентно, но более-менее похоже постарались все это воспроизвести. Видите, а где же вы брали архивы? Здесь у нас в Тимашево? Нет, в Тимашево нет. Ну, есть, например, наша 2-я гвардейская армия, с которой мы сотрудничаем, причем вот наше Волжское войско, например, у нас очень тесное отношение с 23-й мотострелковой бригадой. Это бывший 81-й полк, который как раз дошел туда, до Германии. То есть есть данные. Есть открытые источники, это воспоминания командиров, частей, воспоминания солдат. То есть вот, открывая эти источники, в принципе, они достаточно известны. Взять воспоминания того же, например, Кутукова, маршала танковых войск. То есть там все эти события достаточно подробно описаны. Ну и мы, образно говоря, стараемся сделать максимально приближенно. Тем более сейчас, как бы, информация по форме одежды, по снаряжению Второй мировой войны, по тактике действий подразделения, она достаточно такая известная. То есть все это можно реально изучить и приложить. И, собственно говоря, вот воспитательное значение в чем? У нас в этой реконструкции принимают участие кадеты наших кадетских классов казачьих. В общем-то, у них военная подготовка – это один из основных предметов. Вот здесь как раз они на практике могут показать, как, например, стрелковое отделение должно из походного порядка перейти в боевой, как оно должно наступать, где должен быть командир. Все это, естественно, мы отрабатываем. Практические занятия. Практические занятия. Ну и, собственно говоря, самому показательному действию, естественно, следует предшествовать несколько дней тренировок. То есть мы выезжаем на местность, отрабатываем, то есть как действуют немцы, как действует, так сказать, Красная армия. Серьезная работа. Это действительно серьезная работа. Мы вчера разговаривали здесь о том, как фильмы снимаются. Вот как раз фильмы с вами можно снимать, потому что здесь не зовешь вас дилетантами каким-то, настоящими профессиями. Да, и в общем-то, как раз чем интересна именно реконструкция, то есть в начале, когда все это начиналось, действовали, что называется, где-то что-то увидели, получилось, сейчас, ну, я говорю, информации очень много, то есть на реконструкцию участников должно быть максимальное соответствие форме, знаком различия, вооружению, то есть все должно быть максимально приближено к тому времени, которое должно быть изображено. Мы сейчас подробнее об этом поговорим, сейчас прервемся на небольшой опрос. Мы спросили жителей губернии, каким образом война коснулась, может быть, истории их семей. Мой прадед был начальником конной милиции, соответственно, участвовал в боевых действиях и также охранял заводы, которые сюда были переправлены в город Куйбышев. Мой отец воевал в лагере смерти. Это лагерь находился на территории Польши. И в 43-м году узники подняли восстание и сами себя освободили. Конечно, коснулась прадедушки, бабушки, которые были еще в войну детьми, бабушки с дедушками, а прадедушки, они воевали в основном. И мы ставляем геологическое древо, и на сайте ОБД «Энмериал» многих нашли. Папа мой давно уже умер, дошел до Берлина, за взятие Берлина умер, орден Ленин имел. Прадедушка моего внука тоже участник войны, погиб в самом его начале. У меня прабабушка, она работала на заводе во времена Великой Отечественной войны. Ну, у меня отец воевал. Всю войну прошел с начала и до конца. Свекор мой четыре года воевал. И отец мой воевал. Мы пришли домой. Отец участник войны. Ну, ему повезло, и мне, естественно, повезло. Я бы тогда не родился. Вот он прошел всю войну. Мы разговариваем про исторические реконструкции. Всегда есть наши и есть не наши. Но все-таки это реконструкция. Кто играет не наши? Ну, честно говоря, на международных фестивалях, ну, вот, как правило, таких как Бородино, там приезжают и настоящие французы, настоящие бельгийцы, то есть потомки солдат тех армий, которые воевали против нас. Ну, и кроме того, в общем-то, понятно, что реконструкция не может быть без противника. Ну, вот у нас здесь, в Самаре, в частности, есть два клуба, которые конструируют солдаты вербахта. Потому что, на самом деле, тема очень интересная, да, в каком плане. Изучая их, мы понимаем, насколько серьезным противникам пришлось драться с Красной армией. И это не карикатурные немцы из вот фильмов 30-х годов, на которых клали пачками. Это действительно были серьезные бойцы, с которыми, победы над которыми особенно ценна. А команды произносятся по-немецки? Команды, то есть реконструкция идет абсолютно полз. То есть есть команды стандартные на немецком языке. То есть, естественно, все участники реконструкции с той немецкой стороны изучают, так сказать, язык противника. То есть команды, они их должны четко понимать. Ну и самое главное, когда они действуют, так сказать, на реконструкции, они действуют по тем же уставам немецкой армии, которые были и существовали на тот период. То есть все стараются делать максимально. А костюмы вы сами шли? Ну, честно говоря, начиналось, когда все шили сами, но сейчас, к нашему счастью, в общем-то, реконструкторскому, появилась и в России, и за рубежом целая индустрия реконструкторских костюмов. Причем они, естественно, порядок дешевле того, что тех вещей, которые остались с того времени, ну, они абсолютно точно соответствуют. Причем, например, вот в той же Англии существуют специально две фабрики, которые изготавливают ткань для реконструкции. То есть вот это дело как бы выгодно и международно востребовано оказалось. То есть сукно мундиров, погоны, звездочки, знаки различий, все сделано из тех же самых материалов на тех же самых образцах, которые существовали тогда. То есть, ну, вся разница в том, что, ну, естественно, используются и старые вещи, которые, так сказать, достались от того времени. Александр Шавович, я уверен, что это не будет рекламы. У вас когда планируется следующее подобное мероприятие? Ну, если все нормально будет, как говорится, потому что часто это мероприятие дорого стоит, и на них приходится, что называется, разными путями выколачивать денег. Ну, хорошо, вот там департамент молодежной политики, правительство области достаточно хорошо помогает. Но если все нормально, то в сентябре месяце мы планируем провести реконструкцию, только на этот раз уже по гражданской войне. Вот. И состоится она в конце сентября, по-видимому. То есть место это мы вам дополнительно сообщим. Ну, и второе мероприятие, в общем-то, вот в прошлом году мы его уже проводили. Оно уже как бы по всем войнам, которые проходили у нас, это в Тольятти на базе вот этого военно-исторического музея, тем более там антураж очень такой подходящий. То есть, в общем, также в начале октября мы планируем там провести такой вот небольшой фестиваль, именно клуб также по Олжи. Спасибо вам большое. Спасибо большое, да. Дальше у нас новости. В эфире новости губернии. Доброе утро. В студии Марины Низамова о главных событиях к этому часу. В Нагорном начали выдавать компенсацию. Пока это 10 тысяч рублей абсолютно для каждого. Для пострадавших предусмотрены гораздо большие суммы. Расходы на ремонт также покроют средства из областного бюджета. Деньги выдавали накануне вечером в местной школе. Пункт работал с 12 дня и до поздней ночи. Также соцработники обходили дома, чтобы помощь дошла до всех. У нас подготовлен нормативно-правовой акт, в соответствии с которым 5058 граждан, проживающим в данном населенном пункте, получат помощь в размере 10 тысяч рублей. Вся информация в тех карточках, которые заведены на граждан, у нас четко имеется. Мы знаем, что по такому-то адресу прописано, зарегистрировано столько-то граждан. Сумма соответствует тому количеству граждан, которые проживают. Люди вернулись в свои дома и сейчас в поселке относительно спокойно. Трасса Самара-Волгоград по-прежнему перекрыта. На месте работают группы разминирования. И накануне вечером там снова были слышны взрывы. Периодически детонируют неразорвавшиеся снаряды. Добавлю, всего на полигоне находилось свыше 11 миллионов боеприпасов. Найдены и обезврежены только 100 тысяч из них. Откроют дорогу только когда обочины полностью расчистят. И произойдет это, судя по всему, не скоро. Слишком большой объем работы для саперов. Всероссийское общество инвалидов отмечает свой 25-й день рождения. В Самарском ДК железнодорожников объединение собрало своих участников, чтобы поздравить всех и наградить активистов. На торжественную встречу отправились представители законодательной и исполнительной власти отчитаться, какая работа проводится, чтобы окружающий мир стал по-настоящему безбарьерным. Они мало чем отличаются от обычных людей. 25 лет в АИ Самарской области отстаивает и защищает права инвалидов. За это время было сделано много, но еще больше предстоит сделать. Свои проблемы есть в сельской местности особенно. Слабыми местами пока являются, особенно в сельской местности, доступные среда. Там вот вопросы. И плюс транспортные услуги, транспортные услуги между селами. На территории Самарской области проживает 240 тысяч инвалидов. И всем нужна поддержка. Автомобиль «Лада Ларгус» – подарок губернатора. Николай Меркушкин передал его в помощь региональному обществу. Машина – только малая часть. Я благодарю губернатора Самарской области Николая Ивановича. Но не только вот эти ключи мы получили от его подарок. Мы все, многие из нас, в этом году совершили экскурсию. Самара, Волгоград, Самара. Депутаты Самарской и Губернской думы совместно с губернатором, правительством Самарской области будем и дальше делать все необходимое для социальной защиты наших инвалидов, усиления этой социальной защиты и, безусловно, создания условий для нормальной, качественной жизни наших инвалидов. Сегодня награждаются самые активные, те, кому не все равно. И несмотря на то, что среди награждающих сами инвалиды, это не мешает им организовывать и проводить праздник. А наоборот, все происходит согласно слогу, но организации «Вместе мы можем больше». Михаил Алтыркоп, Олег Айдаров, Новости губернии. 3D в оперном театре. Перед закрытием театрального сезона готовится премьера оперы римского Корсакова «Сказка о царе Салтане». Авторы нового спектакля адаптировали ее, однако сумели сохранить главное – знаменитый пушкинский стиль. Репетицию посетила наша съемочная группа. «Царевна-лебедь» все-таки выходит на сцену. В оперном долго не решались ставить сказку о царе Салтане, но рискнули и ударили оперной классикой по модным мюзиклам. Декорации на сцене будут оживать. Видеоряд не перерывается ни на минуту, то есть постоянно идет. Ну, раньше использовались вписанные задники, вы знаете, да, когда изображали там дом, лес и так далее. Вот, а здесь эти задники, они имеют жизнь, то есть они живут своей жизнью. То есть у них есть своя камера, которая может подняться над деревней, подняться над морем, пролететь вместе со Шмелевым. Партитуру разобрали и сократили. В результате из оперы ушли колыбельные и некоторые второстепенные персонажи. Действие стало по-современному быстрым. Продолжительность оперы почти два часа. Салтана играют сразу два солиста. Андрей Антонов – бас, шутят. Царь – его специализация. Хотел сделать героя веселым хулиганом. Как-никак женился на молодой. Чем-то царь Салтан напоминает мне короля Лира. Хотя, конечно, масштаб немножко другой. И все завершается более сказочно. В театре идут последние приготовления. Премьера царя Салтана состоится в эту пятницу. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии. И на этом у нас все новости. Еще больше событий в следующих выпусках. До свидания. Генеральный партнер прогноза погоды – Восточный экспресс-банк. Это LightBuds – совершенный утеплитель для вашего дома. А это LightBuds Scandi – самый удобный, совершенный утеплитель для вашего дома. По прогнозу гидромедцентра в конце рабочей недели в регионе сохранится облачное. С прояснениями погоды синоптики обещают кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западного направления порывистый. Ночью – 10-15. Выше ноля на востоке области до плюс 20. Днем – 22-27 тепла. На севере и западе регионов в дневные часы плюс 26-29. На востоке и юге – около 25. В областной столице ночью плюс 13. Днем в Самаре-Тольятти – 25 градусов. Выше ноля – переменная облачность. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Планируете приобрести что-то новое? Если вы брали кредит в любом банке и вносили платежи вовремя, спешите получить кредит и сэкономить до 30 тысяч рублей. Отличные условия добросовестным клиентам. Спрашивайте во всех отделениях Восточного экспресс-банка. 8 800 100 ровно 7 100. Доброе утро, дорогие друзья. Виталий Пушняков и Игорь Макарский. Продолжаем «Утро губернии». Многие люди до сих пор увлечены поиском следов войны. И это не только профессиональные археологи. В студию к нам пришел руководитель поискового объединения «Обелиск» Алексей Ларин. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Доброе утро. Алексей, чем занимается «Обелиск»? «Обелиск» – это, будем говорить так, сообщество людей, единомышленников, которые занимаются поиском останков наших дедушек, бабушек, которые погибли на полях сражений, пропали без вести. И вот, собственно говоря, вот этим мы и занимаемся. В Самарской области не много людей пропало без вести. На территории каких-то других, может быть, властей также выезжаете? Да, мы выезжаем. Мы выезжаем в основном в Волгоградскую область, это Тверская область. В основном в эти областя мы выезжаем. Там, где наши земляки участвовали. То есть вы по воспоминаниям, по запросам самарских жителей едете и ищете следы, где же они оборвались? Не только. Мы приезжаем в основном к ребятам, с кем мы там работаем. А там уже волей судьбы находятся останки наших земляков. А какие-то, может быть, ценные находки параллельно? Ведь, получается, там находят, не знаю, монеты какие-то, знамены, не знаю, все что угодно. Ну, допустим, последняя поездка в Волгоградскую область, там был такой вот курьерс. Мы очень долго голову ломали, с чем это было связано. Поднимали бойца. У него значок гвардии на груди, то есть там, где положено было по анатомии. И нашли в соседнем кармашке монетку серебряную 27-го года выпуска, там, 50 копеек серебра. И кусочек монетки вот был откусан. Сначала не поняли, думали, что в монетку пулька попала или осколок как-то повредил. Нет. Присмотревшись, изучив эту монету, мы поняли, что боец откусил кусочек монеты, оставил дома, а монетку носил с собой, чтобы вернуться домой. Да, вернуться, чтобы домой. Сгубами откусили? Ну, специально там. Видимо, как. Серебряную монету очень сильно был бояться. Ну, а какие-то вот находки, которые вы привозите домой, где они потом хранятся, они уходят в музей или, может быть, коллекционерам отходят? Или потомкам отдаёте? Мы домой, как правило, ничего не привозим. Из металлических вещей, за редким исключением, когда необходимо, допустим, пополнить музей. Музей там школьный или музей там района. Мы привозим там какие-то вот, будем говорить так, отдалённо напоминающие вещи. То есть это, допустим, там диск от пулемёта Дегтярёва, то есть изъеденная ржавчина или каска там солдата. Вот такие вещи мы привозим. А так мы в основном привозим свои воспоминания, фотографии, потому что есть уголовный кодекс, и какие-либо вещи с полей сражения везти домой – это просто опасно. Наверное, этим вы отличаетесь от чёрных копателей, потому что у вас всё происходит легально и по закону. Естественно, естественно. Они вам каким-то образом мешают жить, чёрные копатели? Мы с ними не сталкиваемся. Чёрные копатели – это, будем говорить так, образное выражение. На самом деле, среди них также встречаются люди, которые, несмотря на то, что они занимаются поиском боеприпасов и каких-то ценностей, они, находя останки, они их также эксгумируют, будем говорить так, не в том виде, как положено, то есть согласно протоколам. Но они их достают, не разбрасывают. Это очень редко бывает, таких очень жестокой жизнью оказывают потом. А их также возле сельсоветов различных, таких вот мест оставляют в мешочках с надписью, какой боец, где был найден и так далее. Бывают такие, да. А что значит за жестокую жизнь наказывают? То есть у вас есть какие-то связанные с этим? Не примеры, а приметы, легенды? Ну, естественно, люди мы суеверные. Допустим, в ночь перед ночью, перед раскопом, никогда не поются песни «Выду я в поле с конем», потому что обязательно найдёшь останки коня или коровы, которая была съедена в тот период времени. Ничего себе! А ещё что-то есть? Ну, там есть ряд ритуалов, будем говорить. Так, конечно. Очень интересно. Когда, допустим, под конец поиска, вокруг останков собираются те люди, которые их доставали, и каждый говорит какое-то слово, что бы он хотел высказать, потому что это всё-таки наши предки, вот, и как-то, может быть, это немножко не по-христиански, вот, но с другой стороны, это как бы получается помин. То есть, вспоминают, то есть, говорят о том, что спасибо за то, что они здесь легли, потому что по-другому никак бы не получилось. Алексей, а почему вы занимаетесь поиском? Может быть, как-то история вашей семьи также связана с войной, какие-то личные мотивы есть у вас? Личные мотивы, ну, они есть у каждого человека, кто занимается этим делом. Здесь, ну, скорее всего, да. И это связано и с моей семьёй, в первую очередь, потому что у меня и дедушки воевали в палях нашей Родины, и как бы они там легли, вот, и хочется им как-то вот отдать дань своего рода. Вот, приезжаешь, вот, допустим, я приезжаю в Волгоградскую область, у меня там дед погиб, и у меня начало поиска было вот в тех местах, где вот он как раз был тяжело ранен, и оттуда, как говорится, всё это вот началось. Алексей, мы вам благодарим за ваше благородное дело, и весь обелиск, всю вашу компанию, и всех людей, которые занимаются действительно этим очень нужным делом. Спасибо вам большое. Ну, а эфир нашей программы продолжается. Узнаем, что можно будет ещё посмотреть, не переключая к каналу. Вот что сказать я вам хочу, братья мои и сёстры. Для вас открывает свои двери рекламное агентство. Потрясающе. Вы где его откопали? Спокойно, ребятушки, спокойно, милые, не надо ругаться. С большим спектром услуг. Давай ещё раз, пятый цифрой, мими, рэси, додо, рэ. Это что, мой силуэт? Угу. Просто из бокса я никогда не узнал. Тут они меня и йоги учили, и макраме, и чёрта в ступу. Комедийный сериал «Агентство». Плачу 500 рублей, ещё улыбаться. За что? За то, что не платите тысячу. А вы кто? Покажите! С понедельника по пятницу в 16.05 на телеканале «Губерния». Отлично! Что-то по щёчину вставим сцену с тёщей. Гениальный Леонид Гайдай и его команда. Юрий Никулин, Михаил Пуговкин, Алексей Смирнов, Владимир Этуш, Анатолий Попанов. Их объединяло не только работа в кино, но и военное прошлое. Документальный фильм «Актёры-фронтовики». В пятницу, 21 июня, в 23.10 на телеканале «Губерния». Пока ещё утро, самого длинного дня продолжается. И что можно будет сегодня за этот длинный день успеть, сейчас вам расскажем. В клубе «Звезда», начнём как-то вот так вот с концерта, состоится концерт, посвящённый дню рождения Виктора Цоя. Ему сегодня исполнилось бы 51 год. Любителям его творчества для вас каверы будут исполнять самарские группы. Первая российская выставка итальянского художника Марко Грасси сейчас проходит в галерее «Вавилон». Называется она «The Love Collection». В своём творчестве Марко анализирует, как конкретная личность и моё «я» отражается в холсте. Ну, выставка продлится до 18 июля, так что успейте посетить. Любимец женщин, и не только, между прочим, обладатель запоминающегося оригинального голоса Григория Лепса отметил 50-летие и по этому поводу с большим туром отправилась по городам. У нас в Самаре он даст аж три концерта. 22, 24 и 26 июня. Успейте купить билеты, но про четвёртый концерт пока ещё не говорится. Не анонсировали. Выставка призёров зельфийских игр «Три взгляда» проходит в музее Алабина. В экспозиции представлено 60 работ, среди которых домашние заготовки участников конкурса. Ну, также фотографии, сделанные непосредственно на фестивале, в таком блиц-конкурсе, проходило в Новосибирске. Именно эти работы помогли юным дарованиям завоевать медали в номинациях. И ещё одно музыкальное событие. Действительно, события в таких случаях бывают редко, потому что мультиинструменталистов такого класса немного. К нам приедет Александр Горянчиков, и сегодня в клубе Steam Blues он покажет, на что он способен. Ну, во-первых, он играет сразу на нескольких инструментах. И играет он в стиле лайф-лупинг. Что это такое? Это специальная примочка, которая в живом времени записывает сэмплы. То есть немаленькие части, воспроизводимые им на разных инструментах. И потом они друг на друга накладываясь, превращаются в живой концерт, который исполняет всего-навсего один человек. Действительно, очень интересно, посмотреть стоит. Ну и замечательная сказка о царе Салтане в Самарском театре оперы и балета. Сегодня знакомые всем пушкинские образы. Царевич Гвидон, прекрасная принцесса Лебедь, царевна Лебедь, Белочка, Шмель и 33 богатыря. Ну и кто не успеет сегодня посмотреть оперу, исполняют они ещё завтра. И есть ли даже билеты, я не знаю. Наверное, уже всё раскуплено. Ну и в преддверии выходных мы хотим вам немножко поднять настроение и подбодрить нашим гороскопом. Овны. Благоприятный день для откровенных и задушевных разговоров с любимым человеком. Если ваши отношения в последнее время несколько остыли, вы восстановите их друг другу на радость. Тельцы, не пренебрегайте никакими мелочами. Все они сегодня будут важны для общего дела. Не забудьте ежедневник, потому что в голове всё удержать невозможно. Близнецам сегодня просто необходимо вести активный образ жизни. Больше общаться, побывать на природе и позаниматься спортом. Не упустите удачный момент для начала чего-нибудь нужного и полезного для здоровья. Раки. Сегодняшний день будет всего лишь зеркалом вашего поведения. Дурной пример, как известно, заразителен, поэтому будьте зайчиком и окажетесь в компании других зайчиков. Львам. Возможно, сегодня вам для встречи с вашим избранником подойдёт какое-нибудь уютное место в кафе. Сделайте этот вечер запоминающийся. Девам. Сегодняшний день принесёт свежие идеи. Не гоните их прочь. Они даже, если вам покажутся слишком дерзкими, всё всегда можно использовать. Ведь, согласитесь, заниматься чем-то через силу вам тоже не подходит. Ну а весы, пожалуйста, поосторожнее. Действовать по принципу «я в доме хозяина, как я сказал, так и будет» сегодня не рекомендуется. Лучше радуйтесь и веселить вместе с доступным вам способом, получая свою копилку положительной эмоции. Скорпион. Сегодня не следует принимать серьёзных решений и подписывать важных бумаг. Вы можете обмануться в своих ожиданиях, поэтому разложите всю мозаику по полочкам, и тогда будет легче увидеть картину в целом. Стрельцы. Не съедайте себя по поводу совершённых ошибок. Не надо грызть себя и изничтожать. Нет, лучше осмотрите по сторонам, о чём вообще. Можно беспокоиться в такой дружественной атмосфере. Вокруг вас, любимые люди. Козерог, внимание, проведите сегодняшний вечер, а по возможности и весь день дома, в кругу семьи. Или сходите в гости, но только обязательно полным составом возьмите с собой кошек, собак, детей и всех. Водолеи. Звёзды советуют не навязывать сегодня никому своего мнения и не лезть в душу. Дождитесь, когда люди сами созреют, поделятся своими проблемами и попросят вашей помощи. Рыбы, придётся сегодня поработать. Единственный знак, кому придётся поработать. Однако все ваши усилия будут вознаграждены, так что не переживайте. Относитесь к непредвиденным препятствиям, если такие возникнут, с юмором. Ну что, у нас на календаре 21 июня. Всех европейцев поздравляем с началом лета. И всех вас поздравляем с самыми длинными днями в году и с самыми короткими ночами. Пусть за эти ночи вы будете успевать сделать всё, что захотите, а днём просто радоваться жизни. Хороших выходных вам, друзья. Увидимся на следующей неделе. Пока. Субтитры подогнал «Симон»